Уважаемые товарищи, я пригласил вас, потому что внесённые на моё рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. Нам предстоит обсудить целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения. И не только, я уверен, граждан Республики Беларусь. Поэтому любые инновации должны быть предельно выверены и продуманы. Они также должны отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз. Первый и, наверное, самый объёмный вопрос касается предлагаемых корректировок Гражданского кодекса. По сути, это, как мы всегда говорили, экономическая конституция нашей страны. Это правовая основа всех хозяйственных отношений. Это основа нашей экономики. Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия. А это было в прямом и переносном смыслах ещё в прошлом виде. Как мне докладывают, работа над проектом велась не один год с привлечением всех представителей общества. Подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы вплоть до трудовой и банковской сферы. Наибольший блок изменений коснётся хозяйственной деятельности и обычных простых граждан. Это внедрение пока новых для нас, но работающих в других государствах, институтов, а также совершенствование кодекса с учётом реальной жизни. Поэтому хотел бы ещё раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике. Во-первых, насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны – общества, бизнеса и граждан. Во-вторых, как учтён опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база? В-третьих, какие инновации появятся в нашей стране, если мы закрепим их кодексы? Насколько мы, особенно субъекты хозяйственные люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно? Что делать ни в коем случае нельзя.